8 апреля в Беларуси начали массово прививать от COVID-19. Если на первых порах медики рекомендовали повторить вакцинацию через год, то сейчас всё чаще советуют сделать это уже через 6 месяцев. Вместе с заместителем главного врача Пинской центральной поликлиники Юлией Кривопуст, автор программы 36.6 Наталья Шестакова, поможет разобраться в тонкостях ревакцинации и выясняем, есть ли смысл узнавать титр антител перед прививкой, запоминать препарат, который вас уже вкололи, и дату, когда это произошло. Статистика заболеваемости в стране коронавирусной инфекцией, особенно смертей, по-прежнему не вызывает оптимизма. Счёт идёт на сотни и тысячи людей. Поэтому вакцинация – самый актуальный вопрос сегодняшнего дня. Вакцинацией только вакцинация. Формирование коллективного иммунитета способно остановить распространение злостного вируса. По состоянию на 14 декабря 2021 года в Финском регионе уже привито около 47% населения. Мы являемся в золотой средине среди других районных организаций здравоохранения. Перспектива наша – закрытие 50% к концу недели. Надеюсь, у нас это всё получится вместе с нашим населением, с нашими гражданами, которые ответственно относятся к своему здоровью и понимают настоящую сущность вакцинации. И хотя вакцинация против COVID-19 идёт уже не первый месяц, вопросов, на которые ждут ответы, сомневающиеся, немало. Конкретные ответы на них в принятых документах, которые чётко определяют логистику проведения вакцинации. С 18 лет и старше проводятся тремя видами вакцин. Это и спутник Лайт, и обычный гамм-ковид-вак, который ранее у нас был спутником ВИМ. И, конечно, вероцелл – это китайская вакцина. Она используется у лиц старше 18 лет. Конечно, приоритетом в использовании спутника Лайта – это являются студенты, учащиеся в научной форме обучения. Это категория от 18 до 26. Что касается людей более старшего возраста, здесь рекомендации другого рода. В этих используется такой препарат, как гамм-ковид-вак. Но надо помнить, что эти лица не имеют никаких хронических заболеваний. Для тех, кто имеет всё-таки хронические заболевания, приоритет остаётся вероцелл. Это лица, которые принимают иммуносупрессивную терапию, имеют системные автоиммунные заболевания, находятся на гемодиализе и на патологии, которые несут в себе моменты риска. Пересмотрены и сроки ревакцинации от коронавируса. Ревакцинацию против COVID-19 называют бустерной. Что касается бустерной вакцинации, для чего она нужна, это уже давно всем исследователям понятно, что усилить наш иммунитет. Конечно, получая первую дозу вакцины, потом вторую, при первичной иммунизации, мы стимулируем Т-клеточный иммунитет на наработку соответствующего ответа в сторону коронавирусной инфекции. Дабы этот ответ содержался в последующем, то есть имелась память на триггер в виде коронавирусной инфекции, дается бустерная доза. Именно ключевое ее значение – это усилить иммунный ответ. Также бустер-вакцинация дает возможность выработать защиту людям, организм которой не ответил по определенным причинам на первую дозу. Это повторная попытка выработка защиты. Кому она рекомендована? Она проводится через 6 месяцев после первичной вакцинации. Лицам независимо, скажем так, от наличия заболеваний, но в первую очередь для тех, кто опять же имеет ослабленный иммунитет, возрастет 18 лет и старше. Для данных целей используется спутник Лайт. В настоящее время это только спутник Лайт, который имеет один компонент для того, чтобы простимулировать нашу иммунную систему. Независимо, как мы уже поняли, чем мы вакцинировались ранее до бустерной вакцины. Есть четкие рекомендации по срокам ревакцинации. И вот какие это временные рамки. У нас многое количество наших пациентов переболели все-таки коронавирусной инфекцией. Все имеют антитела на руках, скажем так, сдающие их в частных лабораториях. И стоит вопрос, когда все-таки же вакцинироваться в целом. Для таких граждан мы уже поясняем, так как уже тоже имеем четкие рекомендации по вакцинации. Разбежка должна быть от 2 до 8 недель в зависимости от тяжести заболевания. Это очень важно. Итак, если вы переболели коронавирусной инфекцией в бессимптомной или легкой форме, уже через 2 недели можете сделать бустерную прививку независимо от наличия антител. Особенно надо отметить, что не является основным отталкивающим звеном в процессе вакцинации наличие антител. Поэтому для принятия решения о вакцинации не надо знать антитела свои. Надо идти и вакцинироваться. Продолжение следует...